МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Предлагаю вашему вниманию второй серии специальных репортажей, посвященных юбилею лабытнанского телевидения. В декабре исполняется 30 лет с момента появления своего собственного городского телеканала. Есть такая теория, что история развивается по спирали, и ее витки повторяются. Можно применить эту теорию в какой-то мере и к городскому телевидению. С 2005 года мы расположены на автострадной 4А. Когда-то в 80-х годах это был дом культуры Факел. Имелась сцена с занятостью, кулисами, экранки на установке, игровые автоматы. Где-то в 92-м, 93-м году здесь временно поселили городское телевидение. Была комнатка вот в этом месте примерно 3 на 6 метров. Родились первые программы. Новости и программа поздравлений. В 1994 году лабытнанское телевидение удивило коллег из Тюмени. Региональные журналисты снимали жизнь города Лабытнанги и поселка Харп. Заглянули к нам. Вот что они увидели. В малюсенькой комнатке и студия, и аппаратные, и все прочее. Но скоро положение изменится. Добрый вечер. В эфире еженедельная информационная программа лабытнанского телевидения 7U5. Ее ведущий Владимир Петин. Володя, Лабытнанги ТВ как давно появилась на экранах телевизоров? Ну, именно как Лабытнанги ТВ мы работаем всего второй год. До этого у нас назывался независимый телевизионный комитет. И, в принципе, телевидение в Лабытнангах создавалось как независимый телевизионный комитет, но независимость, она в первую очередь подразумевает финансовую независимость. С этим не получилось. И прошла реорганизация, мы стали муниципальным предприятием, что, в принципе, сказалось в лучшую сторону. А вообще телевидение с 91-го года в городе. Что сейчас? Сколько часов вы вещаете, и что это за программы? Ежедневно мы вещаем с 8 часов вечера, ну и где-то, пока не кончится последний художественный фильм. То есть, по обычным дням у нас идет 8 часов, как анонс программы, полчаса мультфильмов. После этого у нас программа поздравления, которая пользуется у нас большой популярностью в городе. И в 21.20 реклама, информация, объявления или городские новости. И после этого художественный фильм. И по выходным два художественных фильма. Важный этап в истории ЛТВ – это переезд в здание пожарной части на автострадной. Это было просто шикарное помещение размером с большую квартиру. Правда, ремонт пришлось делать самим. В контейнере из Новосибирска прибыл телевизионный передатчик. Размером с холодильник и весом в несколько сотен килограмм. К нему полагалась 15-метровая мачта, которую предстояло установить. А на нее еще и 6-метровую антенну. Подъемный кран со стрелой такой длины пришлось поискать. Да и этого хватило еле-еле. Мужская часть коллектива изрядно попотела. В итоге после занятия господствующей над городом высоты и с новым передатчиком вещанием охватили Лабытнанги, Абскую и приличная часть Селехарда смотрела ЛТВ. Поговаривали, что и отдельные телевизоры в поселке Оксарка тоже показывали ЛТВ. Уже через 5 лет коллектив ЛТВ заслужил уважение телезрителей и людей, приложивших руку к его созданию. Роза Минебаевна-Перевозчикова, управделами Исполнительного комитета Лабытнанского городского совета народных депутатов, чья подпись стоит рядом с подписью председателя госполкома Савченко на решении о создании городского телевидения, отметила профессиональный рост коллектива. Ведь, несмотря на то, что наше дитя, оно нам не поет дифирамбы, а это, в общем-то, рабочая хорошая обстановка, значит, где-то мы с вами расходимся по мнениях, но средства массовой информации, они должны быть такими, несмотря на то, что, так скажем, финансирование идет от администрации. Здесь дается объективная оценка, и, в общем-то, надо отдать должное смелости этому коллективу, который дает именно такую официальную оценку. Не стеснялись спрашивать о своих недостатках. Каждым своим выходом в эфир мы хотим только порадовать вас. Но, к сожалению, что-то получается, а что-то не получается. Что-то вы любите, а что-то не любите. Программа «Мысли-слух» дает хорошую возможность высказать все, что вы думаете по данному поводу. В частности, что вы думаете о работе ЛТВ. Выскажите, пожалуйста, свои мысли вслух, уважаемые телезрители, о нашей работе. Что вам нравится? А что вам не нравится? Что бы вы хотели увидеть на канале Лабаднанского телевидения? Пожалуйста, ваше мнение. Единственное, что я мог бы отметить, конечно, о том, что качественные стали передачи, качественные изображения, ну и содержательная. Содержательная такая сторона, значит, передача, она, конечно, улучилась значительно. Но хотелось бы, чтобы, конечно, в дальнейшем как-то больше проскакивали какие-нибудь проблемы или как бы затравились проблемы жизни наших людей. Потому что в основном как-то единственные какие проблемы сейчас вы обсуждаете, это поздравления наших жителей с днём рождения. А я думаю, что в нашем городе в настоящий момент существуют проблемы, которые интересуют многих людей. Недостатки. Редко, наверное, всё-таки критикуют город наш. Где ухабистые места, где постройки, где мусор. Мусор у нас весна наступает, зима наступает, а у нас везде грязь. И ещё я хотела бы сказать, что о работе всё-таки, вот жилищно-коммунальный хозяйств, мало информации идёт. Что мне нравится? Мне нравятся девушки, которые там выступают. Ну, как дикторами работают, да. А что не нравится, иногда вот хочется днём включить, а ЛТВ нету. Хотя днём по синим не сижу в экране, но бывает такое иногда вот на пять минут. А там всего пять минут ЛТВ показывают. На выходных днях иногда бывают такие фильмы эротические. С детьми сидишь, смотришь, и попадаешь в бросак. Дети уже начинают спрашивать, а что он там, дышит так, что он там делает с ней. Вопросы такие стрёмные. Вот как-то надо чуть-чуть уладить. Или попозже их показывать, когда уже малых спать уладывают. Даже они любопытные, всё же хотят знать. Вы знаете, подбор фильмов меня не очень устраивает. Слишком уж засилье западной культуры, но это, наверное, я не первый говорю. Да, фильмы, 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 фильмы. Производство телевизионных программ связано с большим количеством времени. О силе часы эфира десяткам сотрудников не представлялось возможным. На помощь приходили фильмы. Закон об авторском праве появился в нашей стране только в 93-м году. О нём мало было кому известно. Прошло приличное время, пока он заработал. Так что фильмотека росла. Зрители требовали полюбившихся советских картин и зарубежных новинок. Давайте посмотрим, с чего начинался наш фонд. Первые три видеокассеты. Игрушечные солдатики Шон Эстин. Видеожурнал Пентхаус. А последняя видеокассета под номером 2705 наедине с убийцей. Триллер. И фильм Ворон, дай мне умереть, также триллер. При этом кинорепертуар был структурированным и максимально приближён к потребностям телезрителей. Репертуар городского телевидения подбирается, исходя, прежде всего, из реальных возможностей городского телевидения. То есть, исходя из тех фильмов, которые имеются у нас в наличии. Ну, конечно, мы хотим охватить весь спектр, скажем так, кинематографа мирового. Не только американского, но вообще всего. И желание есть использовать фильмы всяких жанров. То есть, чтобы в программе не был какой-то уклон только на боевики или на какие-то заумные драмы. То есть, чтобы шли фильмы разных жанров. То есть, в неделе присутствовали боевики, комедии, триллеры и кино какое-то элитарное. То есть, фильмы всяких жанров и направлений. Наверное, ни одной телевизионной программе не удастся превзойти популярность программы поздравлений. Ну, разве что утренней почте. С днем рождения, юбилеем, как лабутнанцев, так и целой организацией. Со всеми календарными праздниками поздравляли горожане друг друга. Заказать поздравление считалось отличным подарком, сюрпризом, выражением признательности или любви. Вот как проходила запись. Попробуем, да? Попробуем? Да. Давай. Еще одну просьбу сегодня мы выполняем в нашей программе. Дело в том, что к нам в дарке пришло тесно. К сожалению, оно пришло с небольшим опозданием. Тем не менее, вспоминая долгую пестовую поговорку, лучше поздно, чем никогда. Поздравление звучит сегодня. Позвучит оно от Чукина Виталия с Новым Годом, который поздравляет жену Танису, сына Ромочку, семью Шелтанет, жену Татьяну, Бину, семью Рожковых, Славину, Васю, Сморогиных, Андрея и Лену, поздравляю тещу Петильский, семью Ватикуновых, Рачук Наталью, Баранову Наталью и Андрея, Хорошкиных Олегов с семьей, Юрию Горгу, а также всех своих друзей и близких. Да, ЛТВ было и остается провинциальным телевидением. Но звездных и известных в стране людей попадало в объективы наших камер немало. Например, группа «Нана». Забудешь шляпи, мы скажем папе, мы скажем папе, что я тебя нашел. Нос будет копать, ну хватит лакать, теперь шляпы тоже хорошо. Мы жителям города Лабетнам, хочу пожелать работы, стабильной работы, заработной платы ежемесячной и с премиальными, и чтобы у вас на столе было всегда вкусно поесть, выпить и пригласить гостей, отдохнуть, сходить на концерт. Стабильность вам, хорошее настроение, здоровья, удачи, любви. Приходите к нам на концерт, мы вас очень любим. Филипп Киркоров подтягивался на фоне Дзержинского, 11. В этих краях первый раз, а вообще вот район Тюмени, Новоуренгоя, Нижневартовская, я исколесил вдоль и поперек, но вот в этом районе, в этом городе первый раз. Татьяна Овсиенко просто взорвала своим темпераментом зал городского дома культуры, полного, почему-то одетых лабутнанцев. И поделилась впечатлениями с ЛТВ. Таня, вчера утро по самолету, наверное, рано было спрашивать о ваших впечатлениях. Сейчас уже хоть что-то увидели в нашем городе, ваши впечатления? Да нет, впечатления все-таки точно такие же и остались, такие же красивые. Потому что сегодня я довольно-таки рано проснулась. Мы уже где-то около восьми утра, мы уже уехали, ну, так сложилось, что у меня нехорошо со здоровьем сейчас, но это неважно. Мы уехали в больницу. Вы знаете, я по пути, то есть все-таки то мнение, которое было после такого длительного перелета, такое же и осталось, такая же красота, тот же снег, который блестит, просто переливается. О том снеге, о котором мы давно забыли. То есть я его встречаю только в тех городах, куда езжу на гастроли. Я очень сожалею, что на Руси где-то там далеко, у меня дома там не бывает такого. Уже давно не было такой зимы. Эти елки сумасшедшие, мне уже хочется, чтобы был Новый год. Мне уже эти красивые деревья, это, ну, это безумная красота. Я не могу вам просто передать. Валерий Леонтьев после концерта не отказался от интервью, но немного опешил от напора Елены Быковой. Прежде всего нам бы хотелось от имени всех жителей нашего города выразить огромные слова благодарности за то, что вы нашли свободное время и посетили наш город, и сказать просто вам огромное спасибо за ваше творчество, за песни, которые вы поете для нас, которые вы дарите нам. И первый вопрос... Так, так, много всего сказали, дайте мне ответить. Спасибо вам. Это моя профессия, ездить. Ну, мы все равно огромное спасибо вам, говорили. Эксклюзивные интервью ЛТВ давали Александр Малинин, Аркадий Укупник, Наталья Сенчукова, Николай Караченцев и многие-многие другие. В город Лабытнанги заглядывали и официальные лица. В статусе кандидата в депутаты Государственной Думы приезжал Виктор Черномырдин, министр газовой промышленности СССР, потом председатель правления Газпрома и премьер-министр Российской Федерации. Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, а в 2000-м губернатор Тюменской области также бывал в городе Лабытнанги. В общем, ЛТВ было везде и повсюду. Когда приезжали официальные лица или артисты, показывали своих городских звезд, начиная с первого момента их зарождения и в минуты триумфа. Рассказывали о профессиях лабытнанцев, побывали на каждом предприятии и не по одному разу. Следили, как растут новостройки, и вместе с жильцами разбирались, почему бегут трубы и когда это закончится. Мончались на пожары, места преступлений, происшествия, аварий и не для того, чтобы привлечь жареным телезрителей, а для того, чтобы предупредить другие такие случаи. Заставить задуматься хоть одного человека о том, что своя жизнь и здоровье ценны не менее, чем жизнь и здоровье других. Напоминали, что на дорогах нужно быть внимательными, иначе беда не заставляет себя долго ждать. Рассказывали о примерах мужества и героизма горожан, их подвигах, примерах самопожертвования. Переживали вместе со всеми перипетиями 90-х годов, ждали зарплату, помогали сохранить многолетнюю историю Лабытнанги, память о людях, живших здесь до нас. В дни городских праздников были в самой гуще событий, участвовали в создании хорошего настроения у других, делились оптимизмом и радостью. Во всех четырех сезонах находили красивые кадры, детали, которые в обыденной жизни не видны. Болели за наших спортсменов и радовались их победам. Помнили все календарные даты и не забывали поздравить с профессиональными праздниками. Наши респонденты делились планами и мнениями, гневно высказывались и делились радостью, плакали и смеялись. Передавали приветы, а иногда отворачивались и убегали. Коллектив ЛТВ сопереживал в тяжелых жизненных ситуациях лабытнанцев. Мы искали способы помочь и находили их. Снимали восторженные репортажи о новых городских объектах и сетовали о ветхих постройках. Развлекали и просвещали, анализировали и информировали. Были слабытнанцами с самого рождения и сообщали прискорбные новости. Жили все эти годы со своими телезрителями и среди них. Сегодня, глядываясь на 30 да и 20 лет назад, видя работу коллектива ЛТВ, на лице появляется улыбка. Что-то было наивно, что-то смешно. Поводов для критики было достаточно во все времена. Но несмотря на это, сотрудники ЛТВ мерзли, тряслись на всех видах транспорта, шли в горы, часами ожидали события или нужного момента. Монтировали программы ночами. Они находились в напряжении во время прямых эфиров. С кем-то договаривались, кого-то уговаривали. Искали, читали, учились, подсматривали, придумывали. И снимали, снимали, снимали. Показывали жизнь города Лабытнанги и его горожан. Все это, чтобы быть интересными для своих телезрителей все эти 30 лет. А в конце почти каждой программы говорили. До новых встреч на канале ЛТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»